14 чиновников привлекли к административной ответственности за некачественное оказание госуслуг. Всего же восстановлены права каждого третьего обратившегося с жалобой предпринимателя и физического лица. Наиболее часто гражданами обжалуются действия в сферах земельных отношений, архитектуры, ЖКХ, занятости и социального обеспечения. Екатерина Белоусова с подробностями. В Кустанайской области 14 агроформирований в этом году не могли на протяжении трех месяцев подать заявление на получение субсидий. Ответ был короткий. Заявки в работе – все в порядке очереди. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось лишь после официального обращения в департамент агентства по делам госслужбы. В итоге, ну то есть вы сами прекрасно понимаете, год тяжелый, да, когда у нас дожди, мы, соответственно, на уборку с отсрочкой зашли, на уборочную компанию. Ну то есть требуется денежные средства. Если бы выплаты были своевременные, конечно, на то было бы полегче. Больше обжалуются, это вопросы различного спектра, начиная от вопросов земельных отношений, архитектуры, градостроительства. Это, конечно же, вопросы социальной защиты и труда. Это вопросы регистрации транспортных средств. Это вопросы органов здравоохранения. С нарушениями прав сталкиваются и юристы, которые в силу профессии чаще всего обращаются в госорганы. Периодически плюс-минус какие-то документы добавляются. Они это ничем не обосновывают. Они просто показывают какой-то перечень документов, которым им дали условно их начальство и говорят, мол, мы вот по таким документам работаем. Все. И нам с боем приходится сдавать. Административно-процедурно-процессуальный кодекс в стране был принят два года назад, который должен был позволить гражданам обжаловать действия госорганов. Однако западная модель пошла во вред, говорят эксперты. Сегодня подать жалобу – это настоящий квест. Пока граждан отправляют по разным инстанциям, сроки подачи заявления в суд проходят. По сути, система создана так, чтобы человек не доходил до суда и не смог ничего обжаловать. А примирительные процедуры и вовсе зачастую откровенно навязываются сторонам. Вот это сейчас является главным трендом – разгрузить суды от нагрузки. Для нас что такое суд? Это правосудие, отправление правосудия. Это его главная задача. Если суд поставил своей целью разгрузить самого себя, несмотря на общественный запрос, это о чем говорит? О том, что у нас защита прав граждан, она неполная. С начала года рассмотрено более 400 обращений граждан по вопросам качества оказания госуслуг. Подтверждены доводы и восстановлены права 142 из них. Екатерина Белоусова, Информбюро, Петропавловск.